Всем привет, мои дорогие ребята! И вот оно долгожданное видео Back to School. Я наконец-то его снимаю. Начнем мы видео с моего чемодана-рюкзака. Вообще, я не хотела себе покупать рюкзак на 2017 учебный год. Но как-то в последний момент, у меня шелкнуло, я такая, на беру рюкзак! И я его купила. Мне он очень понравился. Плюс ко всему, он очень вместительный и легкий. А, про честное, тяжелый, но он полностью загружен в канцелярии. Тут есть один маленький отдел, куда можно положить деньги, телефон или ключи. И один большой. Задних кармашков у него нет. У него есть кармашки еще тут. Можно положить сюда пропуск в школу, карточку на метро. Вот. Ну и поехали! Самая вкусная часть внутри. Самое простое и, наверное, скучное, что есть у всех, это зеленые тетради в клеточку. Вот они, эти тетрадочки мои. Они зеленые. А сзади таблица Пифагора. Еще вот такие два блокнотика для записи иностранных слов. Они оба для записи иностранных слов, но один я решила взять под русские словарные слова. Итак, это уже цветные тетрадки. Думаю, будет поинтереснее. Белая самая дешевая варшавовская тетрадь у меня для того, чтобы сделать девай. Также мама купила мне несколько тетрадей, которые прям по урокам. То есть, например, история отечества. Они нравятся мне, потому что у них первые несколько страничек идут основная информация, даты все, самые главные, которые нужно учить. И в конце также. Там еще бывают подсказки. Это история отечества, всемирная история, география, английский язык и литература. Все. Это называется предметной тетради. Нам в школе не разрешают тетради с картинками на основные уроки. Так что я купила еще стопку разноцветных тетрадей. Для моего любимого урока рисования я купила себе альбом для рисования. И я купила вот такой набор акриловых красок, а они неоновые. Но я не буду ими рисовать, я ими буду дополнять свою картину. Два клея. Переходим к вкусненькому. Нет, обложки это не вкусненькое. А вкусненькое это то, что я купила два дневника. Я купила один дневник в школу. В стиле Раша. У меня есть тут такие штучки. Это на тетради, в которых нет места, где подписывать чья она. Ой, задел словит. А второй дневник я купила в музыкальную школу. Он показался мне очень стильненьким. Но он реально очень стильненький, классный. А следующие две тетрадки. Нет, одна записная книжка, а другая тетрадка. Мне привезли из разных стран. Первую мне привезла Путильна Лиза и своего путешествия в Америку. Она очень миленькая, потому что у нее разноцветные странички. Как сказала Лиза, я буду вдохновляться всем вокруг и писать сюда идеи для роликов. Кстати, Лиза сняла уже свой Back to School. Также у нее есть видео о приложениях, которые можно использовать в школе. Так что после просмотра моего видео, переходите по ссылке к ней на канал. А вот этот блокнот мне пришел из Берлина. От моей чемпионки. Клюевой Маше, спасибо ей большое. Я уже стала заполнять странички. А следующее, что я вам покажу, это вот такие милые фломастеры. Фломастеры лисички. Они понравились мне, потому что они милые. И у них на колпачках ушки, как у лисички. Это очень здорово. А вот и сумочка тоже из Берлина. Вообще, это сумочка для мелочи, но я решила брать туда пока ластики. Классик а-ля айфон с мишариком. Это вообще мне Вова подарил. Я увидела зеленую звездочку. И потом еще решила купить фиолетовую и синюю. Так что у меня три звездочки стеряшек. Я купила вот такую папочку. У меня две папочки. Одна фиолетовая. Такая же у меня есть в синем цвете, но я уже забрал Вова. Вот. Ну, я обязательно найду ей применение. Вот мой пенал. И второй пенал. У меня два пенала. Один большой, один маленький. Буду носить их один для этот пенал, один для не этот пенал. Сейчас мы откроем этот пенал с моими ручками. Давайте посмотрим, какие ручки у меня есть. Покажу вам самые интересные ручки. Первая ручка. У меня есть вот такая розово-фиолетовая. Неудобно, потому что это так чикло и ручку вырезает. Ручка из Берлина. И, наверное, самая мимимишная из мимимишных ручек. Это вот такой белый котенок. Видите, если нажать ей на хвостик, то выскакивает ручка. И она очень тонкая. Ой, сколько здесь всего интересного. Это надо увидеть поближе. Осталась самая последняя тетрадка. Тетрадка, которую я сделала из дешевой ошановской. Я обтянула ее тканью. И такая тетрадка прекрасно подойдет или на биологию, потому что тут растения, или на труды. Так, а вот и три миленьких закладочки, которые я сделала сама. Еще у меня есть шесть штук вот таких скотчиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ребята, посмотрите, сколько влезло в мой портфель И я этому очень рада, он очень вместимый Ну, если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся на мой канал